Выставка практических работ учащихся Политехнического колледжа, который организовали для участников третьего республиканского конкурса исследовательских проектов, это наглядный пример того, какие новшества и усовершенствования может придумать пытливый молодой ум, находясь в творческой атмосфере технического заведения. Разработка, это на самом деле очень интересно, когда ты, может, просто что-то увидел похожее в интернете, тебе хочется сделать что-то похожее, ты сидишь, думаешь, придумаешь идею саму, и когда у тебя реализующее, когда у тебя получается, это приносит неописуемое удовольствие, когда вот оно работает, эта эмоция, это на самом деле, ну, дорогого стоит. И если выставка – это практика, которая уже находит применение в жизни, то исследовательские работы участников конкурса от школьного проекта до профессиональной карьеры – это еще теория. 16 учебных заведений представили 63 проекта, из них 59 попали в конкурсный отбор, что говорит о высоком уровне подготовки исследований. В жюри – преподаватели гуманитарных и точных дисциплин двух брестских вузов – политехнического и медицинского колледжей. Работа ребят серьезно рада, и с каждым годом они становятся лучше, интереснее, презентабельнее, более наукоемкими, как бы это ни звучало, в отношении школьных проектов. Учителя действительно берут разработки очень интересные, актуальные, даже в некотором смысле злободневные темы для анализа с учащимися. Очень часто работы и проекты носят эмпирический характер, когда действительно присутствует не только компиляция литературы и работы уносят учебный характер, а действительно присутствует зерно и начало наукоемких научных исследований. Участников разделили на 6 секций по 12 дисциплинам. Самым популярным в этом году стало направление «Химия, биология, экология». Здесь представлено 14 работ. А самое большое количество проектов презентовала средняя школа номер 18 города Бреста. 11 изысканий и почти два десятка молодых исследователей. Один из них – Дмитрий Понасюк. Школьник вместе с педагогом Сергеем Серко изучал оружие 13-16 веков на примере памятника «Тысячелетию Бреста». Я рассказываю об ошибках памятника «Тысячелетия Бреста», которые допустил архитектор Алексей Павлючук. Раньше эту тему понимали, ошибки именно памятника «Тысячелетия Бреста». Но там понимали именно грамматические ошибки. На этих щитках было найдено 75 грамматических ошибок. А я вот именно искала ошибки на вооружении. При вооружении. Там потому что есть три реально существовавших личности. Это Владимир Васильевич, Николай Радивилл-Черный и Великий Князь Литовский Витов. И там они стоят в доспехах и держат оружие. И вот я смотрел, соответствует ли это оружие эпохе и так далее. Темы школьных конкурсных проектов разнообразны. От архитектурных исследований и решения планиметрических задач до изучения подземных вод Бреста и народных традиций. Для многих конкурсантов эти изыскания – путь в будущую профессию. И уже сегодня молодые исследователи находят свежие решения и готовы спорить с авторами учебных пособий. Нам стало интересно, почему черви вылезают на поверхность. И какого-то четкого ответа не было. А версия, которая указана в учебнике восьмого класса, мы сомневались в ее верности. Главная цель конкурса «От школьного проекта к профессиональной карьере» развивать пытливый ум подростков, подстегивать к творческой мысли и одновременно профессионально ориентировать. И, судя по постоянно растущему числу участников, у вузов и колледжей Бреста недостатков студентов не предвидится. Ирина Шива, Андрей Черба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.